всем привет это свинтовит и мы с вами продолжаем проходить ласт альфу мод для тени чернобыля я давно как бы начал его прохождение но забросил ну то есть как забросил мне пришлось переустанавливать винду куда сохрани ну где сэйвы лежат на кампе от этой игрушки я не знаю я до сих пор не знаю где где они и хранят куда выводят сэйвы куда она все сохраняется и тогда естественно все сэйвы были стерты вместе с виндой и как бы продолжить игру не хочется там были еще другие игры поэтому это не стал заморачиваться и перепроходить это все дело снова но вот все же добрался все же перепрошел дошел до того момента на котором я закончу и сейчас сейчас нас отправляют традиционно в темную долину но не совсем так как это было у нас раньше теперь это все немножко по-другому так и зачем я ушел от бармена мне там надо кое-что купить я что-то спешу но в общем в темной долине обзавелись монолитовцы как раз где-то вот по лаборатории что нам нужно ошиваются и там же и бандиты и нас ждет там группа сталкеров с которым мы должны встретиться и как-то хитроумно всех там опрокинуть и вот собственно за этим нам нужно идти в темную долину пойдем его в таком вот с таким вот снаряжением килограмм 50 где-то где-нибудь база начкаре часть моего имущества но как-то не где-то как она всегда искать что интересно да рюзочка у него нету таки нет насколько вот это коротях а стоит 6000 того не жаль столько баба выкидывать на это дело но конечно нужно все дела но цена как-то в общем слишком большая по мне вот водочек куплю конечно будет не лишним до бинтов надо прикупить вот так вот получше но бывай блин надо же было заломить такую ценищу раньше я у меня тут была нычка демок скинуть лишний хабар и быть уверенным что его никто не тронит хотя в некоторых модах где в общем мпс воруют то есть ищут чужие нычки но как ищут скорее воруют то есть это читерство куда бы ты не запрятал свою нычку полюбак есть шанс что оттуда сопрут как бы хорошо ты это не сделал это читерство ну как по мне так а что тут наверху ну я надеюсь найти какой нибудь нычку которая никем не заполнена и туда складировать свое так как бы не упасть прежде чем мы с вами отправимся на темную долину блин правда тут музыка дурацкая героическое раздражает может тут есть рюзачок ящичек куда можно было бы заночкарить ну это сейчас для меня лишний брус а вот тут можно и заночкарить так что мы лишненькое тут с вами скинем то нельзя скинуть водичку тоже смертельные аномалии опасные мутанты анархисты и бандиты немножко патронов скинем долг победоносной поступью идущий на помощь мирным гражданам всей планеты так это заберем так что нам еще скинуть что много весит что на в таком количестве с собой не нужно чтобы такое патроны нужны артефакты могут пригодиться все по сути нужно но чего-то нужно избавиться однозначно так 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 хотя что так так пожалуй хватит хотя по сути ауч не было вещей которых надо было бы сбрасывать все что у меня при себе есть все вроде как бы нужно куда бы нам пойти что у нас здесь да нет там тоже народ сидит просто тут просто сидят просто думаю может где то здесь есть какие-нибудь торгаши что ли что у вас тут произошло что за тут за фигней трупы почему не убрали все таки база ну как бы все в чистоте порядке надо держать они тут у них трупы валяются так а вы тут кто такие ребята серьезные так это какой то у нас арни так приветствую так приветствую штаб-квартире арене спасибо я подумаю так какие у меня есть пару вопросов откуда живые мутанты больше нет вопросов так ну арена это не мое все так что я пошел отсюда в варенье я пока участвовать не желаю мне как бы денег хватает да и опасности тоже вполне хватает чтобы еще в аренах в аренах участвовать на помощь мирным гражданам сверхпланеты ну вот тут обычно я и прятал это месте там есть нычечка куда можно было заховать бы свои шмотки но тут все перекроено и выглядит по-то другому поэтому не получится поэтому я все заховал там где заховал что здесь пора на выход пора на выход а все я взял что тут ага есть выход не знаю для меня это совсем новый сталкер и локации выглядят по-другому кое-что конечно стало знакомо но все же как будто в новую игру играем и это круто для меня если вы если вы ищете место где можно перекусить отдохнуть так место где можно хорошо выпить а какое слышали место где вам всегда манглот и пайки трат подходите в баз это не доверь давайте выбираться с базы так ну тут пока выберешься блин так ага всякие надписи похабные так мужики расслабься да ну поперли отсюда темная темная долина мать ее темная долина это у нас в эту сторону да надеюсь я все правильно помню ну и конечно стрелочка на мини карте указывает куда нам собственно ломится но все равно все так обустроено что запутаться нефиг делать действительно но для меня это новая локация нет слабо ориентируюсь куда что идет вообще круто сталкер уже и так затер до дыр в эти все локации которые были раньше но которые были изменены в итоге финальной версии я никогда в билдовские не лазил вот теперь ознакомлю с этой прелестью новое для меня надеюсь там заново собачки не появились которые мы перестреляли дала нельзя пар по просьбе новичков которые не могли пройти поскольку там были злые и опасные собачки не пускали бедолаг на базу показалось песик стоит ох уже тем не звуковые эффекты то есть софте здесь уже давно нету а звук остался как будто эти твари тут до сих пор ошиваются хотя кто их знает может уже появились новые зараза ну по крайней мере трупы старых собачек исчезли ну в общем ладно вступление как бы совершилось и увидимся с вами собственно уже на территории на темной долине в темной долине я думаю показывать весь путь как я буду плестись сейчас на свалку свалки на темную темную долину ну на неинтересно да ну в общем если что то случится интересно какой то махач экшон я обязательно включу а пока что увидимся на той стороне так и мы на темной долине темной долине собственно говоря давайте взглянем на карту ну место входа традиционное так что у нас это естественно билдовская как бы локация опять же мне не знакомы локация вон там хрюша бегает большая кабася тут у нас куча аномалий но никаких артефактов что ж давайте изучать эту местность конечно сейчас подойдем к нашим братюням которые нас ждут а потом полазим по локации не будем сразу прям идти туда куда нам собственно по сюжету нужно двигаться поизучаем это место что тут так как что тут есть интересно что есть для нас весело а потом уже пойдем по сюжету собственно на говоря так я уже сушки то неизвестны мне звуки каких то неизвестных для меня собственно говоря мутантов так мы с вами где где нам собственно говоря туда окей значит тут спускаем сейчас такие обходим это аномальное местечко поворачиваем поворачиваемся в ту сторону и бежим так там у нас плоть бродит как говорится ничего страшно еще одна плоть бродит это мутан 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 ну а там у нас полторы есть и проснулись оказывается ночью они эти ребятки все предпочитают ползать по земле они не летают своей электрической форме и не езжай тварь кто еще никто ну смелей тварь ну нет больше шивающих но и хорошо хотя и звоночки где тут поблизости шарятся вас слышите ве 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 якут гадина так что у вас тут весело есть так тут у нас ничего нет а кто у вас соседи кто тут у нас поживает в этом амбаре или всех мутантов все же вырезали да вроде вроде так тут пусто совсем пусто ни монстров ни хабара ничего интересного о сталкер здоров мужик так как оно что расскажешь да нет вроде ничего не хочет сказать давайте у него прикупимся ну бывает лишним не будет мне бы конечно водички найти так давайте вот пообщаемся с парнями никого поблизости не показывал дай думаю встану а ты чё скажешь слово додумал кто-то тоже ничего логичка есть видимо этот кто-то обиделся хорошо прилетела граната звук лязга знакомый глаза ну вот держи совсем утра я в поле лось какой-то рядом траву топчет смотрит на меня рожа жует свою полыни балдеет снова темнота так снова логички слышу будильник ипк разрываться достал выключить все вроде все что нужно все что мне не хватало я скупил ни радиации тебе ни тварью ни сволочей разных судьба против если я тут нет так так она и будет опача неплохо неплохо ну точно здесь так кое-что загоню в боротве ну скажем вот красавцу продам вот это вот вот это оставлю поскольку я протупил и выложил патроны которые нужны к этому пистолету у меня все к нему то что в обойме и плюс еще 20 цурек патронов и все да протупил по черному так ну вот держи и что же так давайте с начальством сидят два сталкера на берегу озера один другому говорит насчет радиации я тебе чё скажу и чё парень нам расскажешь так 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 тут тоже можно лишний хабар забросить тут парни ну в общем в этом моде никто никого ничего не ворует поэтому можно смело оставлять и не переживать что кто-то скоммуниздит о какая у тебя необычная пушечка так ну ладно давайте с ним пообщаемся ну здоров а ты еще кто такой чё тебе у нас нужно то я меченый от петренко и бармена значит смотри сюда дружище монолит устроил себе лагерь на фабрике дальше по дороге в центре долины под ней лаборатория x18 запечатанная давным-давно после катастрофы 2006 года я уверен что не уверен но похоже на то что даже они сами не знают как в нее попасть тогда как же в нее пробраться ну нужно собрать информацию об этих фанатиках на месте единственное возможное возможное обладатель информации по вскрытию оборотов которые говорят можно само их существование поставить под сомнение так что надеяться на них не стоит выходит безнадежная затея не так уж и легко просчитать про просочиться к монолитовцам опять начинаю уговариваться думаю у вас жутко коробит когда вы смотрите мое видео и когда я вот начинаю текст читать там начинаю эммммм или какую-то еще фигню это ну уж извините так как то получается точно у меня есть план у монолита перемирия с бандитами и только по особому паролю последние могут проходить на монолитовскую базу но пароль регулярно меняют так что долго дурить их не получится мой план такой находишь черную кожанку такой же как бандиты носят и узнаешь у одного из них пароль вроде как не сложно обманом обманом проберешься к фанатикам на базу и находишь проход в x18 я кое-что запланировал когда ты будешь внутри бандиты в лица не всматриваются так что в их прикиде ты сможешь считать ты можешь считать что ты уже у них на базе самое главное никого не подстрелить и не особо светиться ладно понял спасибо посмотрим что из этого выйдет так хотел спросить спрашиваю что хотел где можно найти бандитский костюм я так думаю у бармена еле можешь найти у старого входа который бандиты когда-то пользовались я слышал что во время взрыва там многие погибли может какой-то из их костюмов все еще можно нацепить я отмечу это место у тебя на карте так что еще можно как узнать пароль у бандитов найди среди вопуха спрашивая что ему что ему надо или предложить что есть и получишь пароль окей что у тебя есть на продажу что и всех окей так давайте посмотрим и где а вот где мы можем найти собственно старый проход так ясно тут у нас монолитовцы тусят тут бандиты так а это что за ваша такая интересная я не знаю что это ну по виду сверху это это мусорка что ли какой-то мусор вот заправка тут мусор кажется можно будет заглянуть посмотреть так значит пойдем по тропинке или вот так наискосок прямо к этому местечку за ролями или по тропинке давайте наискосок наискосок так окей ладно ну значит отправляемся за костюмчиком а потом бандитам искать языка так хотя я тут сейчас сохранюсь по-серьезному и тогда направимся так сохранился ну пошли прогуляемся так ну бах поправили обычно на на карте не указан не обозначивается то место где лежит курточка так что приходит приходилось раньше так вслепую шариться по темной долине и искать место где она собственно находится ну да вон там видите в мусорной куче где находится эта курточка но видимо пофиксили эту фигню и теперь на карте обозначается местонахождение данной вещи так монстриков не видно аномалия не видно чудесненько значит не придется тарать патроны вы видите в днем у полуторгейсты вот так по мнению мададилов живут передвигаются но как только в темной долине наступит ночь то они будут светиться как новогодние елки ну как в общем обычно они это делают так сдохнет уже так сдохнет нету никаких давайте пробежим это местечко где тут у нас наискосок сворачивать то нужно там где мы а вот тут надо и сворачивать там у этого места как как всегда подвисает порой даже слишком часто подвисает зараза так вот отсюда и двинемся к обозначенному месту как то фигово в этой модификации все с артефактами да но и в оригинальном в оригинальном как говорится тени чернобыля с артефактами все было плохо то есть ребята как то плохо проработали эту всю фигню с поиском артефакта ну со всей охотой за артефакт то есть как они должны появляться как игроки должны за ними охотиться и так далее все это они проработали довольно хреново в этой игре да и в Зове Припяти тоже не не слишком как по мне хорошо так придумали относительно с половинка на половинку они это придумали то есть во первых тебе заранее известно местонахождение таких мест где что находится какая аномалия какие там арты появляются ну то есть как по мне это не интересно когда ты заранее знаешь о том где находится то есть теряется дух исследования приключения тебе заранее известно где находится месторождение артефактов и больше нигде в зоне артефакты эти не появляются только вот в этих местах так а это я считаю как бы неправильно надо обезопасить место я так считаю так будет спокойней о артефакт медузка кабанчики вон еще полторы шарятся так сталкер тут тоже шарится артефакт ищет ну то есть такие аномальные поля это конечно прикольно все дела но все же это как то неправильно то есть неправильно они как то все это дело организовали в первой части с этим вообще было хреново давайте сохранимся снова по серьезному а на в этот раз не буду включать запись просто зайду сохранюсь и все так давайте посмотрим так где то вот здесь здесь должен быть вход сколько ж здесь полтора прошивается так ага мы патроны тут поизрасходовали так где же тут вход ну то самое место где трупы лежат давайте поищем где же этот вход где же это место то есть мы как бы вроде на нем стояли но я ничего не видел так какого это был кабан но там сталкер значит то что мы ищем находится как бы под землей мне подсказывает что то но входа туда я не видел значит надо искать так 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 кабанчики так а где то здесь так так где же вход где же вход твою мать я так и думал что мне не показалось пашешь налево мать химиро химиро там кто сядет химиро связано так связано искать чертов подземелья там я блин бегает куда мне с таким оружием против этой тих твари выдвигаться смысла никакого кто сдохнет уже твари ну молодец добил остался есть готово ну и чтоб эта тварь не мешала так там еще один кабанчик насовется химера блин там где-то насовется еще полтора насовется там где-то а 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 от этого кабанчика избавились тьфу ты ты а вот и вход твою мать а так а я там круголя наматывал а ход был блин под самым мать его а хотел суснить но сам а а а а а а а а а давайте зайдем а а а косточки вижу трупики военную так не у до 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 кроме что это похоже на лабораторию по которой мы обычно с вами шастали в темной долине в камере очень на это похоже так тут что то есть так еще что самое фиговое есть в этой модификации это звук ну то есть он хорош и плох одновременно вот мы находимся под чертик а звук такой как будто мы снаружи то есть гром гремит воет там дождь идет все так же хорошо слышно вот тайничок никогда мы не так же хорошо слышно как если бы мы снаружи находились это плохо и там звуки животных вся он от тебя на расстоянии 10 метров а звук так громко раздается то есть сдаётся впечатление что он прямо вот в двух метрах от тебя находится за задницу хватит он на самом деле черт знает где тебя и это плохо как бы портит на слегка удовольствие от игры да туши оба я но тут по моему тут не дальше нам никуда у меня чек-потечка водичка здоровски тут еще можно как эта тварь при напитаться кстати такого не не видел грузовой лифт стремновато здесь сохраняюсь давайте обшаривать это место дальше в поисках трупа бандита чтобы взять с него необходимое нам вот слышите хрюканье мы слышим собственно кабанчик а мы под землей а звук такой как будто вон там вот тут где то буквально в метре от нас хрюкает и топчется твою мать вот и непонятно то ли тварь где-то рядом с тобой тут находится поблизости то есть черт знает где то есть стоит и опасаться или можно спокойно разговаривать не бояться чем там это все портит как то невесело ты никогда не знаешь где находиться в двух метрах от тебя или где-то там черт знает где осторожность не помешает я вроде вижу трупы так стремновато все же здесь вдруг тут у себя и и и и и и на пожаловом на палачках вроде ничего нет так пистолетик разрядим гадюка почти целая возможно продать кому-нибудь но курточки у него не было так никакая тварь и сон не забежала случайно вот я сверху слышу кабанчика слышу излома и и кровосос кажется или химера не больше на кровососа похоже кровососа кровососа ох там веселая компания тусячит как бы она ко мне на огонек не заглянула это компания что она с вами здесь что это за жмурики так совсем жмурик не встанет нет слушайте вот и как определить он там сверху где-то бродит или где-то здесь по лаборатории ошивается этот кровососи жутко напрягает если честно так вот трупы бандитов всякие летают там дальше есть лаборатория так а что это за лестница давайте ой потрошки есть те что мне нужны так фонарь не нужен еще потрошки так фонарик паленый выбросить выбросить а вот и собственно курточка за которой мы сошли так двигаться еще могу но с таким грузом я вряд ли смогу бегать а там кровососы там химеры наверняка придется блин ноги выносить отсюда бежать блин как ошпарен а как тут побегаешь к ошпареном если у тебя такой блин перегрузище так секунду надо еще раз сохранится так и проверить проверить вот это вот куда ведет это лестница и ведет ли она куда нибудь так окей и куда это мы с вами залезли не придется ли мне загружаться так ну тут ничего полезного нету что ж придется загрузиться наверно так что сейчас я выключу записи буду загружаться жалко я думаю можно пройти там не особо не заморачиваясь так тайный проход вот так вот обнаружили в лабораторию а фиг тебе фиг тебе сталкер ладно увидимся через зановение так я перезагрузился что ж покидаем это невеселое местечко так там наверху зверя клутал вот о чем я и говорил я думал наверху сволочь шарится а он уже тут где-то шарился черт ну а на на есть тут больше их нету это был единственный кровососище который с вас забежал надеюсь химера не запрыгнет мать ее так все уматываем отсюда так куда нам сюда вроде мы отсюда пришли да отсюда так это что за рюкзак просто рюкзак так а что здесь сюда мы с вами не спускались тут тоже какая-то яма так тут у нас туалетец какой-то кровавый туалетец но здесь есть фу патроны так что-то придется выбросить к примеру вот это вот так давайте сохранимся снова извиняйте ну такая же у меня натура я сохраняюсь очень часто так ясно это все туда же ведет вот что это у нас тут за дырочка такая и куда что у нас тут такое что-то интересное или очередная очередной тупик тут у нас ничего не лежит не знаю как ему будет темно не темно у меня что-то эта игра когда я включаю высветливается чересчур сильно так тут у нас трупешник какой-то валяется так неутабельный и возможно это какая-то пасхалка что ли не знаю от разработчиков мода наверно таки есть я надеюсь что здесь какой-то тайник проход что-то интересное выходит что это нифига не интересное место так естественно выбраться отсюда уже не смогу так же как и забрался сюда может может если у меня груз был поменьше я может ты все же смог бы выпрыгнуть а так придется грузиться ну что ж увидимся через так ну в здешних местах мы вроде все разведали все посмотрели пора уходить сначала к сталкерам а потом подальше отсюда так что что у нас тут с картой опа тайничок нарисовался как вы думаете стоит за ним сходить или ну его нафиг так тайничок вот где-то там находится так стоит не стоит фиг его знает так а там она что кровососы полтергейсты или как или просто намали какие-нибудь веселые ну давайте рискнем всегда потом можно будет загрузиться если влипнем артефакт валяется так это кабанчик или а тайник вон там а там у нас песики перегруз как да так непонятные перегрузы не зашибись Так, тихонечко так, тихоня, надеюсь, я буду тайник вот там, а не вот здесь, какого не хотелось, так будут помирать. О, там тоже артифакт движется только, там собачки бродят, девушки, там вот под краю, под краю, бры тут высокий, блин. Так. Стоит вот артифакт вывозки туда? Не стоит. Так, тихонечко все же здесь. Так, стоит патроны тратить и убивать этих собачек или не стоит? Но с таким перегрузом я точно не побегаю. так. Ну, тайник так себе, если честно. Рискнуть, не рискнуть, с артифактом сходить. так, сохранимся. Давайте сходим все же к нему. Собачка вроде не реагирует. Так, артифакт, артифакт, так, собачка далеко. Так, они нас не видят. Вроде артифакты никакие не лежат. Так. твоем отходим зачем на свинок потрошки тратить у нас их немного чтобы на всякую мелочевку расходовать боезапас я так считаю поэтому лучше поступить вот так взяли свое и тихо им сапом назад отступаем отступаем так мы сейчас намерил намереваюсь вернуться к сталкером там на стоянку и говорится сложить все лишнее потом думать уже что делать дальше это наши сталкеры бродят в общем ребята увидимся уже там не буду вас утомлять дорогой обратно наверняка не будет ничего интересного если будет я включу запись вот я и сгрузился те сталкеры перебрались вот сюда теперь они вот тут тусячат то наверно бандит уже бродит переодеваться все же отойдем от них так значит надо отойти подальше от сталкеров то еще и меня приложит когда надену забрали сейчас и продадим чё тянуть ящик разрядим это делать продадим держите товар так и вот у меня вот колбаску и бинтик ну и ну бывайте мужики так надо отойти подальше начнем побить начнем так вот надеюсь это достаточное расстояние давайте выяснять пароль прохода на базу монолитов ведь у бандюков как мы слышали перемирие с монолитовцами там взаимные дела и на базу монолитов можно попасть на камеру произнеся правильный пароль так здесь находится давайте вот через эту сторону зайдем поищем этого паренька надеюсь по нам стрелять никто не будет вроде не стрелять не будут дружественно дружественно встречу ооо да ты парень совсем лукой ооо черный бой горячего здарова брата как тебе вечер все нормально брата а сам то а ты как как подожди вода водочка еще водочка уже со счета сбился прикинь да а что еще есть давай выпьем тогда может есть да без базара братуха вот давай забухаем за этим монолитовцам хе-хе за монолит и все их сумасшедшие идеи сумасшедшие я тебе расскажу про эти сумасшедшие я бы сказал долбанутые на всю голову какого этим монолитством пароль менять каждую неделю а кучка параноиков но товарищи боров из-за такой фигни наш альянс не прохерит я короче пару стопорей блин беленького как хряпну так и с памятью не воды а было бы легче если б один пароль был мы бы себе эту на бумажке блин записали чики-бреки да у меня та же беда как платяну водочки ни черта не помню только это на этой неделе такое что я не забуду его сколько б себя не заливал ну может точно прям оборжаться в этот раз черт что-то я перебрал немного ничего не помню ха-ха-ха давай выпьем за твою забывчивость а то наливай братан не могу поверить что ты забыл такое смешное слово как кобзда ха-ха точно ну спасибо брат еще увидимся оп так вот и получили пора уходить вот это меня колбасит вот это вертолетки сейчас блин твою как же да ребят в таком состоянии блин добираться то твою вот это вертолетки вот это так а что она здесь ух как бы не свалиться блин так надо отоспаться ну что ж на этом все спасибо что смотрели ставьте лайки комментарии не ленитесь увидимся в следующей серии сталкеры всего хорошего и пока 3 4 5 6 Продолжение следует...